здравствуйте друзья здесь Демитков Юрий сегодня у меня в гостях Валерий Скребов вы уже с ним знакомы наверное и у нас с ним давний спор он говорит что надо заниматься как раз долгосрочными инвестициями а я в общем то не совсем согласен я говорю на бирже надо торговать и так далее и ну попробуйте рассудить нас здравствуйте Валерий приветствую Юрия да действительно с Юрием мы уже давние друзья значит много-много лет знакомы плюс ко всему еще у нас общая тема тема личных финансов правда мы как сказал Юрий смотрим на нее несколько под разными взглядами но на самом деле желаем одного чтобы у людей были деньги и чтобы они достигали своих целей но каким образом это сделать вот как раз сегодня на ваш суд собственно говоря мы решили сделать вот такую вот запись чтобы вам было на что опереться тогда вы будете принимать какие-то финансовые решения ну вот скажите пожалуйста вы говорите что нужно делать долгосрочные инвестиции во-первых почему а во-вторых где какие инвестиции расскажите ну на самом деле почему я об этом говорю об этом я говорю действительно открыто и на своем канале и в своих выступлениях и на встречах действительно я считаю что самое главное чтобы у человека были деньги что значит были деньги деньги это значит чтобы у человека был капитал который можно было каким-то образом но ощущать согласен а капитал это сохраненные деньги поэтому значит нужно каким-то образом научиться их откладывать и это очень как раз большая проблема для большинства людей и здесь как раз можно перейти к ответу на вопрос почему скажем нужно делать какие-то долгосрочные инвестиции на мой взгляд все что коротко все что коротко это не есть инвестиция это ну просто напросто решение каких-то краткосрочных задач но так как у каждого из нас есть долгосрочные задачи то есть желательно смотреть вперед на долгие годы на 10, на 15, может быть даже на 20 лет и тогда понятно что это не могут быть накопления там не знаю месячные или даже годовые более того нам нужно сделать часть наших денег ну так сказать такими неприступными то есть часть денег у нас точно должно оставаться а это может позволить сделать только консервативные долгосрочные накопления ну а почему их не делать здесь, на бирже? на бирже тоже можно делать на самом деле деньги можно делать во многих местах вопрос значит в том что скажем что потом-то делать когда вот на бирже человек заработал или вообще где бы то ни было как же их сохранить все-таки? потому что люди зарабатывают деньги они не обязательно там предприниматели а если предприниматели то значит они все в бизнесе эти деньги когда же их нужно ну так сказать вытаскивать и сохранять именно для себя? для большинства предпринимателей проблема разделить деньги бизнеса от собственных личных это да это точно да ну это вот здесь у нас вот абсолютно нет никакого противоречия у нас могут быть разные взгляды и есть с Юрием на предмет как сейчас зарабатывать я вообще не исключаю никакие способы заработка никакие весь вопрос что когда заработаны как сделать какую-то часть значит точно деньгами которые уже никуда не делаются вот Юрий вот мне в связи с этим значит возникает вопрос значит как скажем сделать так значит чтобы человек приобрел уверенность в том что у него точно есть деньги что вот нужно для этого делать? ну надо их просто отложить куда-то конечно ну соответственно их нужно отложить но вот здесь вот у нас тоже очень хорошо что мы приходим к общему знаменителю у нас вообще под общего да а куда их отложить Юрий? вот куда можно положить чтобы точно знать что они никуда не денутся что это твои я считаю что их надо разложить в разные корзины ага например часть в валюте часть в каких-то ну достаточно надежных ценных бумагах да у меня честно говоря вот я двумя руками за то есть это называется диверсификация да да и диверсификация она значит она такая скажем на самом деле вот тут интересно было если бы у нас была возможность спросить у наших зрителей что они считают что такое диверсификация этому есть как бы там определения то есть диверсификация значит не в одно место да но это не только не в одно место но это еще и использовать разные инструменты и самое интересное разной страны потому что это тут же диверсификация ну вот единственное что значит да разные страны на московской бирже конечно не получается потому что здесь я работаю исключительно на московской бирже Это единственное отличие. Ну, а как же в других странах вложить? Вот расскажите, давайте. Ну, в других странах никто нам не запрещает вкладывать. Конечно, для многих, может быть, это откровение и не совсем понятно, как это можно вложиться в другой стране, когда ты находишься здесь, дома, в России. Ну, сегодня, я думаю, что вот это как раз период, в котором мы проживаем, дал почувствовать новые возможности, что многие вещи делаются вообще не выходя из дома. Поэтому, если есть желание разместить деньги и сохранять их за рубежом, то это можно сделать вот дистанционно. Но самому это не всегда как бы возможно, потому что для того, чтобы вообще с деньгами что-то производить, особенно размещать их в какие-то активы, все равно нужен посредник. Посредником может быть либо банк, либо брокерская компания, либо страховая компания. И поэтому, в зависимости от того, что человек выбирает для себя, он, соответственно, и получает, значит, такую возможность, да, и риски, собственно говоря, разные. Поэтому все это имеет, все, что я назвал, это имеет право на существование, работает. Но сейчас надо отметить, что для тех людей, которые хотят иметь повышенную надежность, все-таки инструменты, выбранные через страхование, они особенные. Почему они особенные? Потому что как раз через страхование получается повышенная надежность. Поэтому, значит, нужно, что, скажем, найти компанию страховую, которая бы, значит, наши деньги приняла, так скажем, да, и мы могли там разместить и открыть себе какую-то программу. Но для этого нам нужен тоже посредник. То есть вы считаете, что все-таки лучшее направление – это инвестиции через страховую компанию? Да, я, честно говоря, очень, очень, скажем, считаю именно так, что через страховую компанию это выгоднее для клиента. Выгоднее для клиента, почему? Потому что здесь есть повышенная, скажем, гарантия. Потому что через страхование, через страхование, как правило, значит, инструменты, которые предлагает страховая компания, они более защищены. То есть это делается за счет законодательства, скажем, в котором работать обязана, скажем, страховая компания. И как раз это законодательство, ну, так скажем, больше защищает деньги, нежели что-то другое. Ну и где ваша страховая компания находится? То есть, как бы это какие-то авторы, да? Значит, страховые компании, страховые компании, на самом деле их очень великое множество, скажем, в мире. Ну, что можно было предложить, понятно, доступно, это, допустим, страховые компании в Европе, потому что в Европе, значит, очень сильно, во-первых, развита сама идея страхования, поэтому все люди накапливают через страхование, страхуют всевозможные риски, поэтому у них очень большой опыт, очень большая школа, и самое главное, что это все работает. Поэтому, значит, в данном случае конкретный ответ – это я бы предложил, скажем, австрийскую компанию, потому что Австрия – это, ну, так скажем, для нас это определенные показатели и уровень. Ну, значит, получается так, что вы считаете, что самая надежная инвестиция – это через зарубежную европейскую страховую компанию и, насколько я понимаю, продукт типа инвестиционное страхование жизни, правильно? Ну, да, это правильно. Да, понятно. Мы разговариваем сейчас об инвестиционном страховании жизни. Это долгосрочные инвестиции, когда вы откладываете регулярно раз в месяц или раз в год? Раз в год, раз в год на протяжении достаточно длительного периода. Это от 10 до 20 лет. Это будет инвестиционное страхование жизни. Можно здесь еще, Юрий, сказать, что инвестиционное страхование, значит, оно очень сильно распространено, и сейчас мы как раз подожгли к жизненному этапу в таком жизни в нашей стране, что, значит, и правительство нас всячески подталкивает накапливать эти деньги, значит, через страхование, через, там, негосударственные пенсионные фонды для того, чтобы обеспечить себе накопление на будущее. Поэтому это уже то, что на самом деле давно реализовано в европейских странах. У них это все, как бы, очень хорошо отработано. Но накапливать не обязательно через страхование. Я имею в виду, что это не обязательно может быть накопительное страхование. Просто страховые компании могут предлагать и инвестиционные продукты, фондовые продукты, да? Мы как-то уже об этом говорили на канале у Юрия, что существуют и такие возможности. Сейчас, секундочку. Я, значит, да, могу сказать следующее, что я готов, ну, во-первых, согласиться с Валерием Клайдовичем, что, да, действительно, вот, ну, инвестиционное страхование, оно имеет место быть, оно очень широко распространено во всем мире, во всех странах. И это, ну, в принципе, это накопительное страхование жизни, так называемое. Ну, это независимые пенсионные фонды, за которые у нас, в общем-то, сейчас государство и топит. Но чем, вот, что мне нравится, на самом деле, вот в тех продуктах, которые вот Валерий предлагает в инвестиционном страховании жизни через европейскую компанию, это, первое, надежность, а, во-вторых, мы этим самым исключаем страновые риски, то есть риски, связанные со страной. Мы видим сейчас, что с кризисом у нас все становится как-то нестабильно и вот так вот шатко, и непонятно, что будет. Поэтому, конечно же, ну, как-то лучше, чтобы часть денег, по крайней мере, часть была в надежном месте, где им точно ничего не грозит, никакая национализация, приватизация или прихватизация. Вот, вот это вот очень важный для меня момент, на самом деле, и у меня открыто действительно такое инвестиционное страхование жизни, тоже в австрийской компании, не скрою. Вот, и я оттуда деньги не забираю, потому что, ну, во-первых, они далеко, до них дотянуться сложно, а, во-вторых, ну, это действительно надежность, то есть как только, я только собираюсь, а тут у нас в стране, черт и что, начинает твориться, и думаю, не, подожду. Ну, Юрий, все, что у нас происходит, мы это принимаем как данность, реальность, и мы это не можем никак поменять. Дело в том, что мы не знаем, что в будущем будет происходить, поэтому, на мой взгляд, что люди, которые все-таки думают вот в этой части и предпринимают конкретные шаги, то есть сделают, они в любом случае будут выигрыш, потому что у них, по крайней мере, что-то есть. Здесь, правда, существует много вопросов, связанных именно с валютой, да, стоит вот сейчас, судя на политическую обстановку, что там будет с долларом, все знают, но, как бы, много разговоров идет о долларе, о евро, собственно говоря. Многим он, может быть, и не нравится, но все страны живут в долларах, но, возможно, в ближайшее время какие-то будут изменения. Вот здесь сразу же нашим, значит, зрителям я хотел бы, значит, высказать свою точку зрения на этот счет. Вот смотрите, действительно много чего неопределенного, и, возможно, там в ближайшие какие-то годы будут, не знаю, может быть, новые доллары, либо там что-то будет происходить вообще с валютами, в том числе даже и с такими признанными и стабильными, как доллары и евро. Почему нам не стоит сильно переживать по этому поводу? То есть все равно нам нужно действовать согласно своего собственного плана. Хорошо, если он, как бы, есть, всегда выигрывают те, у кого он есть. Вот на примере компании, с которой я сам сотрудничаю, и, собственно говоря, и программу тоже свои имею, значит, могу сказать, что компания пережила, компания называется Grava, и она, значит, существует уже почти 600-200 лет. И за эти 200 лет, значит, безусловно, что была не одна, а шесть смен валют. Вы представляете, шесть смен валют. Значит, что, это значит, что те люди, которые открывали там в какой-то старой валюте, они что, ничего не получали? Нет, конечно. Просто-напросто, когда, значит, в целях каких-то там экономических, там, ну, целесообразность, когда возникала, либо там какие-то реформы были, и переходила компания с одной валюты на другую, то, значит, включался какой-то обменный курс, и, соответственно, значит, и так же будет это и в будущем. Поэтому самое главное – иметь этот актив. То есть компания сама сориентируется, в какой момент ей уже невыгодно, предположим, там, держать свои активы в долларах, либо в евро, и она, значит, выберет какую-то другую валюту. И самое главное, что это сделает профессионала, который уже умеет работать. Ну, да. Поверьте, что компания, которой 200 лет, наверное, это сделает лучше, чем какой-то один, там, ну, физическое лицо. Невозможно все это предугадать. Поэтому на этот счет, я думаю, что, наверное, не стоит сильно переживать, нужно просто вот накапливать. 200 лет – это с какого года компания существует? Ну, получается, с 1828 года. С 1828 года. То есть, понимаете, да, это достаточно много, а компания пережила, сколько там, войн. Да, и войны, и, не знаю, и революция, и вообще все. И самое главное, знаете, что интересно, что она вообще, в принципе, никогда не прекращала свою работу, даже во время вот таких вот могучих мировых потрясений. Это просто вот, ну, просто уникально прям. Ну, это говорит о надежности инвестиций. Я согласен. Вот давайте тогда еще немножечко подробнее о том, какие же продукты возможны для, ну, то, что вы предлагаете, но уже зрители сами выберут, нравится им это или нет. То есть, вы сказали, что есть какие-то программы накопительные, какого вида, так сказать, ну, скажем, два класса таких больших. Вы говорили про... Значит, существует, значит, пакет программ, то есть, разновидность разных программ, которые реализуют конкретную задачу. Первая, конечно, задача, которая стоит у большинства людей, как себя обеспечить. Вот себя обеспечить можно столько, чем создавая себе какой-то финансовый резерв. То есть, нужно каждому взрослому человеку, на мой взгляд, накопить достаточно приличную сумму денег. Это для каждого отдельная сумма. Она рассчитывается в конкретном случае. Ну, предположим, в средней я вам могу сказать, что вот мой опыт говорит о том, что для того, чтобы извлекать примерно тысячу долларов дохода каждый месяц, при этом, как бы, уже не работа, имеется в виду, там, пенсионный возраст, да, нужно иметь капитал 350-500 тысяч долларов. То есть, если будет такой капитал, тогда, значит, естественным образом из этого капитала можно извлекать ничего, собственно говоря, не делать, да, ну, процент, ну, скажем так, размещая это где-то в каком-то, скажем так, активе. Это может быть, в частности, и пенсионная просто программа. То есть, размещение денег в пенсионной программе дает постоянную регулярную пенсионную выплату. Это так живут европейцы. Это один из вариантов. Значит, денег нужно накопить много. Поэтому, значит, первое, что можно предлагать, это накопительную программу, долгосрочную, когда накапливается сумма. И плюс ко всему, так как это реализовано все-таки через страхование, здесь есть еще один плюс большой, то, что кроме накопления, значит, мы все находимся в зоне физического риска. Поэтому здесь можно еще и включить страхование жизни, да. Это очень важно для семьи. Поэтому, значит, вот такая накопительная программа со страхованием. Существуют программы детские. Ну, дети – это особая забота для любой семьи, для любых родителей. Каждый хочет своему ребенку всего самого наилучшего. Поэтому, если сейчас родители, это может мама с папой быть, либо бабушка с дедушкой, открывает такую накопительную программу для ребенка, она тоже, скажем, достаточно продолжительная, не менее 10 лет, но не более 17. Значит, она длится так по времени. И можно накопить сумму на обучение, допустим, на, значит, замужество, да, то есть ходню свадьбы. Либо, может быть, это будут деньги к первому взносу. Но, на самом деле, много куда можно будет потратить эти деньги, потому что вы все знаете, что деньги нужны на все. Это, значит, таким образом детская программа. И она тоже будет обеспечивать. И страхование накоплено – супер. Просто там очень высокое, большое страховое покрытие. Значит, существуют программы и без страхования. То есть это просто похоже на депозит. Но тогда возникает вопрос, зачем нам страховая компания, если это просто депозит. Ну, по той причине они существуют, что депозиты, на самом деле, в Европе уже давным-давно не работают, отрицательные ставки. А здесь, как бы, в накопительных программах деньги всегда, во-первых, они перестрахованы. То есть гарантия возврата есть денег и доходность выше, чем у депозитов. Вот, скажем, наверное, такое, то есть такие программы тоже существуют. Ну, вот сейчас я хочу продемонстрировать экран. Вот, посмотрите, сейчас я покажу, вот, наверное, видно. Это индекс S&P 500. Ну, посмотрите, вот какая доходность у вас там. Ну, я, так сказать, по секрету знаю, что там в районе 3-5%, правильно? Доходность годового. На накопительных программах? Да. Ну, она даже на сегодняшний день, она даже, возможно, ниже. Я даже говорю своим клиентам и людям, которые интересуются темой, что доходность можно не считать. Потому что в данном случае, как это ни парадоксально, вопрос не в доходности, а вопрос в умении часть денег не потратить. А вот, смотрите, а вот если взять и отложить эту часть денег в акции, скажем, вот, американских компаний, и вот, посмотрите, индекс S&P 500 за последние, там, сколько-то лет, вот, 2020-й сейчас, те же самые 10 лет, посмотрите, 10 лет назад индекс S&P 500 был 815 в 2009 году. Так, сейчас, 12 лет спустя, он 3200, сколько там, 254. Ну, конечно, лучше вложить просто в акции, и пусть они там лежат, и не извлекать их. Вот, вот, какие аргументы здесь есть? То есть, вот, понимаете... Да, у меня есть аргументы, абсолютно верно. То есть, смотрите, более того, значит, компания сама, то есть, компания Grava, да, она понимает, скажем, потребности рынка, что сегодня и фондовые возможности, они достаточно обширные, она сама предлагает фондовые программы. И, значит, если сама компания Grava не предлагает индекс, скажем, S&P 500, то у нее есть, скажем, другие возможности, тоже, скажем, фондовых программ, которые, по сути дела, так же и работают. Только там, допустим, никак не 500 компаний, а там 621 компания, да, то есть, это такие фонды тоже... То есть, есть и такой вариант, да? Да, есть и такой фондовый вариант. Но почему, скажем, предложение от меня можно услышать, и от многих других, почему можно услышать предложение вначале о накопительной программе, а почему сразу не о фондовой программе? Дело в том, что это все связано на самом деле, как бы, из психологии, с отношением, как бы, к жизни, да? Потому что накопительная программа, о которой я уже говорил, это первая, на мой взгляд, базовая вещь, которую нужно сделать необратимой. То есть, то, что человек накапливает, да, он, скажем, эти деньги гарантированно получает, потому что так работают эти программы, потому что они так обеспечены. То есть, есть мощная гарантия. И самое главное, что здесь есть, здесь есть страховая защита, которая нужна любой семье. В СНТ-500, скажем, есть тоже, скажем, на самом деле, гарантия по доходности, да? И мы видим, и история показывает, что на таких больших сроках такие индексы, безусловно, растут. Но там нет возможности такой, как бы, страховой защиты. Поэтому, значит, если мы хотим чувствовать себя, ну, как бы, более уверенно, да, нам нужна, просто необходима такая страховая защита. Она важна для семьи. Просто, чтобы... На СНТ-500 какая гарантия? На СНТ-500, значит, существует гарантия, значит, в зависимости она работает, в зависимости от продолжительности этой программы, там есть гарантия по доходу. То есть, если мы вкладываем в этот индекс, значит, в течение 15 лет, то гарантия по доходности, значит, она составляет не ниже 40%. А если, значит, вложение идет на 20 лет, то тогда, значит, 60%. Это гарантия, да, которую, скажем, ну, обеспечивают такие программы. Правда? Там очень... То есть, мы вернут 40% от моих денег? 40% от вложенных денег, да. Это минимальная часть. То есть, это, как бы, минимально то, что получит клиент, если он будет выполнять все условия, которые прописаны в этой программе. А именно запускать платежи и не будет делать изъятия. Тогда у него будут такие гарантии. И на самом деле сегодня, поэтому так и популярен этот индекс, потому что в нем заложена уже, как бы скажем, прибыль, да. То есть, ты можешь уже считать, что эти деньги у тебя как минимум. Подождите, 40% прибыли или 40% мне вернут от моих денег гарантия? Нет, нет. 40% плюс прибыли, конечно. То есть, получается, что доходность это вложенные деньги плюс 40%. То есть, если я вложил, там, скажем, 50 тысяч долларов. Возьмем 100 для... Давайте 100, да. ...прочем, да. 100, значит, 140 минимум, скажем, клиент получает. Если регулярно платит, не пропускает платежи. Да, если не пропускает, просто это все заложено в самих условиях. Это гарантирует страховая компания. И это, да, это как раз, это как раз гарантирует именно с картами. Но это в данном случае уже будет, правда, значит, открытие такой программы не через компанию ГРАВ, а это будет через страховую компанию, которая называется ИТА. То есть, это другая компания. Да, инвестор трасс, совершенно верно. Это очень известная компания, очень крупная, и рейтинг у нее высокий. Это американская компания, насколько я понимаю, да? Да, да, она очень сильно развивается, у нее очень хорошие показатели. Я могу сказать, что, да, инвестор трасс, это очень интересная компания. Вот у меня есть такая вот брошюра инвестор трасс по этому поводу и мировой опыт, вот инвестор трасс. Здесь есть ряд вариантов, и я даже могу сказать, что там есть варианты выбора не только индекса S&P 500, но, скажем, можно выбрать буквально Бергшир Хэсэвэй, который, ну, простой, смертный, в общем, вряд ли пупит. Вот. То есть, ну, там просто минимальная сумма, так сказать, входа, там, по-моему, 200 тысяч долларов. Вот. Или 100. Там хорошо так. Вот. Поэтому, а Бергшир Хэсэвэй, если кто-то не знает, это фонд, которым управляет Уоррен Баффет, но, правда, он здорово просел в последние годы. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, есть возможность там выбирать фонды, Рассел есть, есть, по-моему, Вангвард, кто-то спрашивал, Вангвард 5000, там есть, по-моему, насколько я помню. То есть, есть варианты такие, фондовые. И вот это вот, ну, на самом деле, мне очень нравится. Ну, это очень здоровская как бы возможность. Просто почему, скажем, она не является, на мой взгляд, вот, скажем, первой, да, программой. То есть, в начале, скажем, мы обеспечиваем себе гарантию, скажем, накопления через накопительную программу, имеем страховую защиту. То есть, человек или семья чувствуют себя защищенными. Дальше, если есть возможность капитала дополнительного, то тогда, значит, здорово, скажем, разместить их на фондовом продукте. Это будет диверсификация в виде, скажем, инструментария уже самого, это, скажем, разные инструменты с разным, скажем, получается, с разной доходностью и с разными задачами. То есть, они решают абсолютно, значит, разные задачи, скажем, хотя и там, и там есть накопление, но здесь, в первом случае, есть страховая защита. Ну, вот мы и подошли как раз к главному вопросу, в котором я не согласен с Валерием Клайдовичем, потому что я, вот он всегда топит, значит, за какую-то вот, гарантированно отложили, никакого дохода. Я говорю, блин, а где же деньги взять? Нужно, чтобы деньги приносили доход побольше, 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 все мне, мне. Вот здесь я говорю, что нет, надо в акции вкладывать, надо в фондовый рынок вкладывать. А он мне говорит, нет, это страхование, там, вот там, в процессе, никакого, так он надежно. Вот здесь вот мы как раз, вот в корне не согласны, поэтому я, я даже в Гравы вложился, но у меня там именно такая фондовая программа Евровип. Вот, вот здесь вот у нас в корне не согласен. Я не знаю, дорогие вот зрители, вы, пожалуйста, напишите, вот какой подход вам ближе на самом деле, что все должно быть строго, надежно, не дай бог, что-то потеряется, не дай бог, что-то, ну, как бы, убыток будет, но зато есть вероятность побольше, побольше, побольше себе. Вот, значит, а кто-то, вот как хомячок, там набил норочку и сидит, и говорит, все хорошо, вот он, хомячок сидит. Ну вот, это главное наше дворечие на самом деле. Ну, я думаю, значит, Юрий, у нас время, как бы, которое мы проживаем, оно вносит, как бы, некие коррективы, да, и поэтому у меня, значит, что, скажем, есть добавить по этому поводу. Во-первых, значит, все, что происходит на фондовом рынке, значит, участников активных фондового рынка, их очень мало, таких людей, особенно тех, которые умудряются там зарабатывать. Это, ну, недавно я только где-то, скажем, прочитал, там порядка, не знаю, ну, наверное, 6-3-6 процентов, то есть очень мало людей. Остальные большинство, да, это, кстати говоря, вот тоже вопрос к нашим зрителям, напишите там в комментариях, значит, если вы участник этого фондового рынка, да, то насколько, скажем, удовлетворены, удалось ли вам получить вот эту вот прибыль? И самое главное, что вы с ней потом сделали? Потому что, ведь, участие, скажем, вот в этих программах, да, в каких-то там фондовом, значит, рынке в частности, значит, оно имеет цель, но не просто ведь участие, да, гоняться за прибылью, ради чего? Ведь это все делается ради того, что, на мой взгляд, чтобы сколотить капитал. Так вот, удается ли вам, как участникам этого рынка, этот капитал сколачивать? То есть, если вы, допустим, вот у вас, вы вложились в какие-то акции, они выросли, вы получили реальную прибыль, вам повезло, что дальше вы делаете? Вы берете эти деньги и откладываете куда-то, чтобы зафиксировать эту прибыль, либо запускаете в новый оборот в надежде, что еще раз вам тоже повезет. И вот здесь у нас... Ни в чем, но еще раз показываю вот этот график. Если я купил акции и держал бы 10 лет их, вот 12 лет в данном случае, смотрим еще раз вот сюда, вот 12 лет назад, 2009 год, 2008 год, предположим, ну вот, 1507, да, они упали в два раза, был кризис 2008 года, но потом они восстановились, сейчас 3500. Значит, ну, сколько? В два раза деньги выросли, в долларах, а в 2008 году доллар сколько стоил? Я не помню, а сейчас, нет, я помню, 27 рублей за доллар. он стоил 28-32 рубля. 27, 27 рублей за доллар, к 2014 году мы подошли с суммой 32 рубля за доллар, вот отсюда досюда 32 рубля за доллар был. Вот, ну, в 2014 у нас там крымская история всякая, и в два раза доллар взлетел, то есть, еще в два раза, то есть, здесь, если мы покупали бы по 27 рублей за доллар, то, в общем сказать, акции выросли, ну, в 4 с лишним раза, это в рублях, вот, ну, и, соответственно, инфляция в рублях съела соответствующую часть, вот, поэтому, не путайте, пожалуйста, инвесторов со спекулянтами, это разные вещи, вот тут я тоже не согласен, Валерий Клайдович постоянно мне говорит, что это вот биржа, это, как называется, ну, все это вот спекуляции, все это, они как пришли, так и ушли, я говорю, да нет, купил и не продавай. Да, ну, вот, что парадоксально, да, что на самом деле мы сейчас смотрим, мы вот этот вот, смотрели уже второй раз, как бы, рост индекса, изменения, значит, и все разумные люди понимают, что на таких больших сроках, да, такие фонды, громадные, да, где самые лучшие компании, это не единственный фонд, они растут, тогда возникает вопрос, почему же, скажем, значит, люди теряют деньги, вот все, вопрос, почему, скажем, люди теряют деньги, когда принципиально понятно, что если я взял там акции какие-то там мощные компании, там, может, голубую фишер, значит, они все равно там в промежутке там 10-20 лет вырастут, а как же тогда люди проигрывают, почему это происходит? Потому что спекулянты, вот и все. потому что они выдерживают нервы, потому что, когда начинает все крушиться, да, люди думают, и на самом деле не безосновательно, да, что, возможно, это кончится полным крахом, потому что любая одна, даже самая сильная компания, она может, скажем, просто исчезнуть, либо обанкротиться, и это в истории, скажем, такие примеры есть. Поэтому фондовый рынок, это то, что не дает, как бы, гарантии вот такой, да, скажем, что это вот точно так будет, и самое главное, что когда начинается изменение вниз, вот этот момент, люди начинают спасать свои деньги, забирают, кто-то на этом очень хорошо поднимается, у кого крепкие нервы, а остальные, значит, большую часть, может быть, даже проигрывают. Поэтому здесь вот, чтобы стать вот таким, действительно, инвестором на года, ну, хорошо, если вы уже такие именно люди. А если вы, скажем, не готовы, там по 15 лет вот так вот ждать, и не смотрите каждый раз, как бы там на котировки, и пугаетесь, то тогда вам нужно сделать то, что вам даст больше, скажем, уверенности и свободы. Согласен, Юрий, или нет? Нет. Это же не каждый может делать, понимаешь? Да, не каждый. То, что накопить, да, накопить, вот, скажем, просто взять, открыть, накопить на программу, для этого не нужно быть ни специалистом, ни разбираться, ни в каких ценных бумагах. Вот это ценность. Просто предъявить, я хочу накопить, да, и я не хочу, скажем, там, смотреть на эти рынки, что там происходит, я просто накапливаю. А вот то, что, скажем, связано с активной деятельностью, это когда нужно в нем участвовать, то есть нужно отслеживать, переживать, значит, да, это, ну, скажем так, для многих людей это тяжелая ноша, и они не выдерживают в какой-то момент, и, скажем, забирают то, что есть. Ну, вложился в индекс, вот, в данную программу, и все, и пожалуйста. Да, нет, но если человек готов вложиться, тем более, что есть там же гарантия, если мы говорим про селки 500, то там даже есть вариант с гарантией, то есть это вообще супер, да, то есть это вообще супер. Хорошо, а как туда деньги переводятся, в эту компанию? Ехать надо? Ну, деньги, значит, все действия, которые, скажем, человек производит, значит, для открытия программы, да, там, либо это будет, там, американская, либо, значит, австрийская, все равно нужен посредник, да, то есть нужна компания, которая поможет это сделать, да, ну, в данном случае мы являемся такими людьми, то есть мы можем помочь оформить необходимые документы, заявления, собственно говоря, все, как бы, переводы денег, это делает сам клиент, то есть он напрямую отправляет эти деньги, ну, скажем так, либо в Америку, там, либо в Европу, там, в Австрию, в частности, и прямые отношения, то есть это не значит, что если мы здесь являемся важным, собственно говоря, для человека звеном, особенно в момент открытия этой программы, что потом, значит, будут переживания у человека, куда, значит, мы будем бегать, куда нам идти, когда вас не будет. нет, на самом деле, это прямые отношения, обязательно, скажем, там будет на русском языке еще и договор, и все контакты, и русскоязычный сервис, поэтому в этом плане, ну, опасения абсолютно беспочвенно, это уже, ну, многими годами проверено, это все. В завершении программы человек, куда получает деньги? Завершение программы человек получает деньги туда, куда он укажет, то есть хозяин денег пишет заявление, ну, указывает, специально есть форма, где он просит перевести, значит, на свой расчетный счет, ну, в любом банке, собственно говоря, в любой стране, куда он пожелает. То есть можно в любой стране даже, да? В любой стране можно, да, это сделать, там, где будет открыт счет. Хорошо, это, возможно, доступно только для россиян? Ну, она, на самом деле, доступна, скажем, очень многим, не скажу, что всем, но постсоветское пространство, да, оно, скажем, точно входит в их число, и так как нас смотрят в основном россияне, то такая возможность есть. Есть, конечно, скажем, вообще существуют неинтересные границы. Очень много интересуются с Украины, Белоруссии, Казахстан, Азербайджан, Армения. Значит, здесь, скажем, из перечисленных стран, через перечисленных стран практически все они могут открывать такие программы. Вот, и это вопрос, как бы, каких-то нюансов, скажем, будет обсуждаться там при беседе, потому что все равно нам нужно будет проводить консультацию, уточнять информацию, и мы можем, мы начали эти нюансы, скажем, раскрыть, и указать, и выяснить, скажем, что нужно сделать для того, чтобы оформить это все. В каждом конкретном случае. Но на самом деле, для человека, который хочет, всегда найдутся, скажем, варианты решения. Вот такое, скажем. То есть еще раз, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан. Ну, сюда можно добавить и Киргизм. На самом деле, можно перечислять все наши, скажем, постсоветские республики, кроме прибалтийских. Мне кажется, в Азербайджане и в Украине есть проблемы. На Украине, просто, на Украине, действительно, сейчас там вообще много проблем, и на Украине компания Грава присутствует как бы напрямую, да, то есть компания Грава открыла свой филиал и есть Грава Украина. Посмотрите на сайте. Поэтому нам нет никакой, скажем, необходимости там. То есть украинцы могут это сделать там. Но дело в том, что сейчас там другие проблемы связаны, скажем, с обесцениванием местной гривны. И поэтому, так как национальные компании работают в национальной валюте, то есть для стран с не сложившей экономикой это не очень хороший вариант. Я даже сказал, плохой. Поэтому, когда нам предлагают сейчас более стабильную валюту, то есть доллар, там, евро, ну, то тогда в этом есть тоже свои, безусловно, преимущества. Да. 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 Ну, вот, что еще могу сказать? Наверное, уже надо завершать. Если есть вопросы, задавайте, потому что прямо, ну, будет ссылочка, там у Валерии Кладовича есть канал, можно же его как бы разместить ссылочку, да? Ну, да, мы разместим под этим видео, значит, ну, ссылку и на мой канал, и это видео появится как бы и на моем канале. То есть можно будет спрашивать и у Юрия, и у меня, значит, уточнять какие-то вопросы. Самое главное, что-то сделать. Вот это очень важно. Вот это важно, да. Наступило время что-то делать. То есть я все равно говорю, что надо вкладывать в фондовый рынок, надо вкладывать на биржу, в акции, но не продавать их, получать дивиденды, выбирать компании, которые уплачивают дивиденды, но в этом надо разбираться. Если здесь то, что говорит Валерий Кладович, разбираться не надо, вложил, и, значит, там действительно гарантии, там гарантировано все, разбираться не надо, но это давний спор, как что лучше, депозит или фондовый рынок. Кому-то нравится одно. Юрий, а вот у меня вопрос, вот я услышал, что да, значит, если, допустим, забирать часть прибыли из фондового рынка, да, то у меня такой вопрос, а куда же тогда вот эту вот полученную прибыль, куда ее дальше, как бы размещать, тоже туда же, либо все-таки вкладывать и как-то консервативно? Ну, существуют варианты диверсификации, такой же, так и точно. Во-первых, на фондовом рынке есть огромные варианты диверсификации, то есть есть ОФЗ, есть евробонды российских компаний, значит, государственных компаний или, скажем, государственные евробонды российские, то есть это, как бы, они дают фиксированный доход, но очень маленький, полный аналог вот вашим программам. Пожалуйста, можно реинвестировать туда и будешь получать гарантированный, постоянный доход. Там с облигациями все, ну, вообще, так сказать, там теория очень глубокая, но доходность маленькая и гарантированная. Там все на веру. Есть акции, которые дают высокий доход, но абсолютно не гарантированные риски большие. Ну, как бы, а когда денег много, лучше в облигации, конечно, тут бесспорно. Юрий, ну, а вот все-таки есть ли рекомендация, скажем, уже человека опытного, да, мы уже, скажем, как уже я сказал, давно знакомые, значит, и, собственно говоря, даже сама тема, мне кажется, развилась во много благодаря тому, что Юрий вот вошел, значит, открыл себе программы. После этого все началось, он начал изучать, вникать, и знает сейчас очень много-много. Значит, надо ли все-таки, скажем, иметь семье гарантию, страховка, нужна или нет, жизнь? Ну, вот здесь я, пожалуй, соглашусь, что есть там программа со страхованием, ну, в частности, например, да, если мы вкладываем пять тысяч долларов в год, но здесь очень важно понять, что пять тысяч долларов в год мы вкладываем ежегодно, каждый год, несмотря на кризис, несмотря на то, ни на что, мы вкладываем пять тысяч долларов в год, то получается за, скажем, 15 лет мы вкладываем 70, сколько там? 75 тысяч. Так вот, есть программа со страхованием, она самая популярная, это EIP. Я могу сказать, что в случае, если произошел там несчастный случай со страхователем, да, это называется? Ну да. Да, то, значит, семье возвращаются все деньги, которые вложены, плюс там какие-то, значит, там добавки и плюс то, что должно было бы быть, если бы вся программа была завершена. То есть, например, на третий год произошел там случай неприятный, получается, что 15 тысяч возвращается и плюс 75. То есть, вот, ну, не совсем так. Плюс 75, это, и плюс еще один, Юрий, значит, плюс еще один риск оплачивается, риск просто факта смерти, да. Ну, это если смерть, а там есть несчастный случай, может быть, не кончаться смерти. Ну да, может быть, несчастный случай, если связан с инвалидностью, да, тогда, скажем, там процент выплачивается. А если самый вот трагический мы берем вариант, да, то есть, ну, это, к сожалению, бывает, то тогда, значит, выплачивается сумма внесенных денег, в этом примере, 15 тысяч, плюс 3 тысячи, это соболезнование от компании, и плюс стоимость программы, ну, примерно 75 тысяч к тем деньгам, которые, вот, скажем, были внесены. Это мощная такая защита. Ну, вот это вот, да, это хорошее штуge. Не дай бог, конечно, кому-то побывать. Да, и там еще один момент, вот эта вот инвалидность, на самом деле, там получается, что 100%, вот это, насколько я понимаю, выбитый глаз, это уже 100%. Один глаз, это 50% инвалидность. 50% все-таки, да? 50%. Если потеря зрения на оба глаза, это 100%. Понятно. Это для наших зрителей, значит, что, скажем, что у страховщиков есть специальные таблицы, таблицы, по которым определяется, скажем, процентное отношение, это потеря органа, либо функции органа, и, допустим, палец, это какой-то там процент, да, кисть там на руки, потеря слуха и так далее. Это все проценты. И вот в зависимости от доли этих процентов, допустим, ну, скажем, там, 50% возьмем, да, потери глаз, как уже называл, значит, от страховой суммы, которая есть, она большая, 50% выплачивается сразу клиенту, значит, ну, как бы на погашение вот этого случая. А программа сама по себе продолжает работать, то есть накопленные деньги, они там. Ну, на самом деле, на самом деле, к сожалению, нам неприятно об этом говорить, конечно, неприятно об этом думать, но мы все понимаем, что мы же знаем, что возникают, существуют какие-то автокатастрофы, аварии какие-то промышленные, которые могут не зависеть даже от нас, например, да, то есть мы переходим улицу, и все. И наша жизнь меняется в один момент, мы были процветающими, мы зарабатывали деньги, и вот она, здравствуй, нищета. Так вот, вот эта компания, как раз вот именно это страхование как раз помогает. Даже если открыть программу, которая там не по 5 тысяч долларов в год, а даже по тысяче, то, извините, 15 тысяч, это уже хоть какая-то, но поддержка. Это здорово. Вот это мне нравится действительно. Да, именно это очень важно осознать, и вот будет очень здорово, если вот зрители, которые нас сейчас смотрят, да, вы просто себе как бы создайте это, создайте, чтобы у вас это все было, чтобы вы чувствовали себя увереннее. Скорее всего, что с вами ничего не произойдет, но чувство, которое вы обретете, даст вам дополнительную такую уверенность, и вы будете понимать, что вы вообще современный человек, и что у вас есть что-то. Ну, я даже скажу больше, я даже скажу больше, если человек покупает страховку, то с ним точно ничего не произойдет. Ну, да, просто по теории вероятности, да, поэтому покупайте страховку. Блин, зачем я ее покупал? Ну, вот я услышал, наконец, от Юрия хорошие рекомендации, да. Вот, то есть как бы за это тоже можно заплатить. Ну, я думаю, что мы будем завершать, если есть вопросы, можно их, наверное, задать. Потому что, ну, время не безграничное, нельзя злоупотреблять, я думаю, да. Что-то хотите сказать? Последнее слово. Последнее слово, да. Ну, я хочу сказать, что хорошо, что мы сегодня провели такую вот, скажем, беседу, и надеюсь, что она была интересной нашим зрителям. Вот, и как мы уже говорили, значит, всегда, скажем, будут отличать от них людей от других. Это именно факт того, что одни делают, а другие, скажем, рассуждают о том, что там будут положиться и так далее. Поэтому сделайте вот что-нибудь и научитесь, значит, побороть себя, привить себе навык накопления. Если он будет, вы будете с деньгами, по-другому как бы никак. И не отдавайте всегда всех денег. Да, 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 вот это важно. Ну, и про себя я могу сказать следующее, что я действительно начал именно вот с этой программы в свое время, но у меня были и тяжелые времена, когда было трудно накопить вот эти вот даже тысячу долларов. И для того, чтобы их накопить, я открывал брокерский счет, и вот эти вот как раз быстрые инвестиции давали мне возможность накопить. Таким образом я пришел к фондовому рынку. Вот, то есть как бы одно другому не мешает. То есть на фондовом рынке мы делаем какие-то короткие инвестиции, может быть, ну, более короткие, которые мы управляем. Но здесь есть еще и страновые риски. Риски, связанные со страной, которые вот сейчас особенно, например, санкции, если возникнут, то, в общем сказать, нам будет сложно. А денежки, которые лежат в Австрии, в евро или в долларах, вы знаете, что закон обратной силы не имеет. Поэтому те программы, которые существуют, они будут завершены, и это здорово. Юрий, спасибо. У меня есть последнее предложение. Сейчас стало принято так делать какие-то подарки, приятности. Я думаю, мы тоже можем предложить нашим зрителям, значит, что? Мы можем предложить первым, вот я предлагаю первым, ну, давайте, скажем, двум человекам, которые, значит, напишут свой комментарий, значит, получить бесплатную консультацию по всем темам, касаемые, скажем, личных финансов. Просто не стесняясь, прям звоните и, значит, спрашивайте все, что у вас там наболело. И я думаю, что вы будете еще более вооружены. Ну, хотя бы мелочь, но я надеюсь, для вас будет приятно. Я уже напрягся. Ну, ладно, хорошо. Пусть будет так. Спасибо, Валерий Кладович. На этом завершаем. Друзья, комментируйте, спрашивайте. Не забывайте лайки. И до встречи. С вами был Дима Старин и Валерий Кладович Скребов. До встречи. Всего пока.